Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить игру Хастл Кастл. Что ж, приступим. Ну и как всегда, начинаем с бойцов. 55 уровень у меня получает боец все, это очень хорошо. Ну а этот, если не ошибаюсь, 54. Да, так оно и есть. Замечательно все. Давайте посмотрим, что здесь повара. Повара все у них хорошо. Хорошо. Яблоки. Ну, с яблоками пока нет проблем. Ну, а теперь самое время, ребята, забрать мою магию из магической мастерской. Долго же я ее ждал. Вот эту магию надо будет обязательно проверить, что она из себя представляет. Давайте забираем львов. Ну и броньку, наверное, да? И ледяшку. Да, я думаю, такой комплект меня вполне устроит. И, естественно, выставляем магию на замену. Так, отлично. Бронька. Давайте фаерборчик, наверное, с вами один приготовим. Лучника. И ледяшку. Да, все, достаточно этого. И теперь что у нас? Алхимики 9 уровня получают. Тут даже 12. Собираем манну. Казначей. 16 и 14 уровень. Брена забрали. Улыбочки. Так, ну что, ребята, пора отправлять вам подарки. Ну что, запускаем рулеточку. Поехали. Кто первый у меня? Ну что такое? Опять ты за свое. Опять ты выделываешься, а? Ну что так долго-то, а? Ну, в самом деле. Роми. Ну давай, Ромик. Ну, тут, как обычно, ни черта у меня не получается. Давай заново. Вот, отлично. Следующий у нас Ильишат. Далее идет Денис. Так, Денька, лови. Татьяна. Респект, Танюша. Тимурчик. Лови. Моразмус. Ну ты назвался. Так, Паша. Евгений. Женька, лови. И Андрюха. Еще один остался, ребята. Это у нас Виктор. Ну что же, я забираю ваш подарок. Еще раз всем спасибо. Очень признателен. Так, два подарка у меня уже есть. Точнее, два сундука. Ну, здесь вроде бы все. Что тут у нас? Плотник четвертый уровень получил. Ну и, как вы помните, у нас цель набрать 3 миллиона. Так, что будем к ней двигаться. Три кристаллика получили. Это хорошо. Так, опять яблочки-то накопились. Ладушки. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас здесь выпадет. Первый сундучок пошел. Ресурс. Ладно. Ну, с этого обычно всегда только ресурсы и падают. Так, что не будем слишком сильно заморачиваться. Ну, вроде бы все, да? Переходим на карту. Да, ребята, к сожалению, я проспал аркофон. Аркофон. Слишком поздно лег. И не успел. Ну что ж, придется как-то тогда без них справляться. Жаль, конечно, что столько сундучков профукал. Бурак. Давайте-ка его проверим. И я думаю, что вполне сгодится для первого нашего наступления. Ну что же, поехали. Вперед, ребята, на танки. Так, дайте-ка я испробую магию эту. Ага, ну в принципе неплохо. Но маловато, конечно, отнимает. Думаю, не стоит выставлять лучника-то, а? Как вы думаете, ребята? Ну, сейчас посмотрим, есть ли... Ёлки-палки дела идут. Пока не очень, но... Тем не менее, мы стоим. Да, победили мы и здесь. Хорошо, что я не стал выставлять лучника. Была у меня такая идея. И тем не менее, мы зарабатываем с вами 83 тысячи золотых. Мы все ближе и ближе к 3 миллионам. Я надеюсь, вы не забыли, для чего мне нужно 3 миллиона. Естественно, чтобы сделать тронный зал. Прапать его. Ну что, так, денюжки тут у нас. Опять же, яблочки с яблоком. Пока все у нас хорошо. Так, ага, надо забрать подарочек. Как же я про него забыл. Тимурчик, спасибо тебе большое, браток. Так, откроем. Ну, здесь, как всегда, ресурсы, да? Да. Куда же без них-то? Ну что же, дожидаемся, пока мои ребята отхилятся. И, естественно, мы с вами рванем на карту. Сегодня у нас орков нет, будем чисто фармить игроков. Надеюсь, мы с вами успеем накопить 3 ляма за эту серию. И с вами проапать тронный зал. Давайте-ка пока посмотрим, кто у нас здесь. 196 тысяч. Ну что ж, довольно неплохо. Добавляем магию на ускорение. И ставим взамен. Давайте луч. У меня еще его не было. Надеюсь, пригодится. Ну что же, 93 тысячи. Ну, здесь фиолетовые, ребята. Так, это простые у нас. Ну, я не знаю, можно было бы, конечно, напасть. Сейчас мы разберемся, что нам делать. Так, давайте возвращать своих солдатиков обратно в отряд. Манна, манна, манна. Все отлично. Джоги. Давайте проверим. Сможем мы одолеть его или нет? Понеслась, как говорится, родная. Наверное, надо ускорение сразу влепить. Вот так вот. И будем наблюдать за этим процессом. Два воина. Ёлки-палки. На-ка, выкуси. Ну что же, ледянка, в принципе, помогла. Мне довольно неплохо. Как вы видите, маги упали. Воин тоже падает. И лучника мы разбираем. Да, ледянка, хоть она и дает на 3 секунды стана. Но, сами видите, что за эти 3 секунды можно сделать очень многое. И я получаю 200 тысяч. У меня уже 2,5 миллиона. Осталось совсем чуть-чуть. Еще 500 тысяч, грубо говоря. А, по-моему, там даже не 3 ляма, а 3 200 надо. Ну, не суть важна. Нам все равно надо как-то этого добиться, этой цели. Игроков, конечно, у меня на карте очень мало. И тем более, даже которые есть с очень маленьким количеством бабла. Ну, тут 98, здесь 24 тысячи. Вот этого можно, в принципе, разведать. Так, подождите. Не то, не то я взял. Вот, вот эту надо. Ёлки-палки, у меня еще и с магией проблема. С одной стороны, конечно, очень хорошо, что много слотов под нее. Но, с другой стороны, я очень быстро ее транжирю. Вот это большой, кстати, минус. Ну, этого паренька мы сейчас, в принципе, сейчас с вами и начнем разбирать. Для начала только вернем всех в отряд. Все. Хорошо, конечно, что идет быстрый отхил. Буквально посмотрел. И они уже все готовы. Ну, что ж, поехали. Так, где он у нас? Я уже забыл. Ага, вот он. И приступаем. Я надеюсь, все обойдется без магии. И что у него здесь? Воин, два мага и арбалетчик. Хорошо. Так, все, воин готов. Маги сейчас тоже лягут. Отлично. Воин упал и арбалетчик тоже, естественно, сейчас падает. И 100 тысяч к нам падает на карман. Причем практически с минимальными затратами. Даже практически никого не надо лечить. Ну, кроме моего толстячка, естественно. Так, сейчас он у нас отхиливается. И мы с вами продолжаем бой. За это время давайте глянем, что тут у нас накопилось. Всякие яблочки, монетки. Так, давайте уточним, сколько мне нужно. Да, ребята, 3 миллиона 200. Так что это еще дофига. Это еще 600 тысяч. Ну, 580. Да. Тренировочная бойцов. Можно было бы ее, конечно, за 3 лямчика. И я получу лишь только прибавку к уровню. То бишь уже до 65-го, по-моему, смогу качаться. Но мне тронный зал все-таки нужнее. Так что не будем отступать от своей цели. И будем копить деньги именно на нее. Так, давай, родная, возвращайся. И поехали дальше фармить. Энтони, не то, Тита. Ну-ка, давайте глянем на этого Тита. 109 тысяч мощей. Довольно неплохо. Давайте попробуем. Оу, нет, только нет. У него осьминог еще стоит. Да, у комплектом он, конечно, по полной программе. Я боюсь, что мы здесь, ребят, проиграем. Потому что осьминог, как вы знаете, своими ударами станет моих воинов. И они как дураки стоят на месте и ничего не могут сделать. Да. Даже думаю, что лучник мой здесь не поможет, который я только что призвал. Его разобрали моментально. Ну что ж, проиграл так, проиграл. Тут ничего не поделаешь. Минус 20 очков ПВП. Это очень хорошо, потому что у меня и так их перебор. Придется теперь немножко подождать подольше, пока они у меня все вылечатся. Да, вот невезуха. Ай, хотел... Оу, 179 тысяч. Неплохо, давайте. Блин. Осталось только лишь броня у меня. Все, слишком много. Я здесь, по ходу дела, не повоюю. 105 тысяч мощей. И так. С посохом, да? Синим. Тут зеленый. Тут опять синий. Ёлки ты, палки. И здесь синий. А здесь вообще фиолы. Хо-хоу. Да, круто. Ничего не скажешь. Блин, мне бы фиолетовые ножи, я бы тоже радовался. Да усер, как говорится. Но нет, у меня только лишь одна вещь фиол. Это сфера. И то на ХП. Да. А оружие, представляете, да? Или меч, или ножи фиолетовые. Столько статов у них. Можно было бы рвать всех подряд. Ну что же. Немножечко осталось им дохилиться. И пойдем. Блин, я вот уже, ребята, если честно, сомневаюсь, что у меня получится накопить 3 лимона 200 тысяч за эту серию. В общем, пока у нас позволяют яблоки, и пока у нас на карте есть враги, будем стараться. Если что, придется менять врагов на более каких-нибудь других, слабеньких, или еще там что-нибудь в этом роде. Кстати, да, ребята, у меня же... Так, полэк 54-й. А вот этот толстячок 55-го уровня. Давайте-ка его поменяем на... Вот этого мага. Маг, иди-ка сюда, где ты тут у меня прячешься? Ты раздевайся. Отличненько. Ну и ты, маг, тоже раздевайся. С тебя мы все снимаем. И все это будем одевать Любомиру. Потому что он 55-й уровень, как-никак. Хоть какая-то прибавка к мощам идет. Так, давайте начинаем. Где у нас сфера? Вот она. Надевай. Теперь нам нужен... Костюмчик. Где же твой костюм? Наверное, вот этот, да? Надевай. Хотя вот этот будет лучше. Нет, давайте-ка лучше вот этот мы наденем. Все, остались только кольца и ожерелочки. Так, давайте мы сейчас с вами посмотрим, что ему лучше влепить. Сила магии довольно неплохой. Так, у ворот нам не нужен. Так, у ворот нам не нужен. Надо какое-то нормальное колечко. Урон. Ну, черт его знает. Блин, ну, у ворот. Не то, что, конечно, хотелось бы. Ну, а этот... Нет, этот у нас не прокатит. Он всего лишь дает нам здоровье прибавки. А со здоровьем магом не обязательно быть. Главное, что была бы сила магии. Сила урона. Ну, что вы там бегаете от этого Каспера-то? Елки-палки. Все уже, сейчас изгонять будете. Ну, что же, возвращаем всех ребят в отряд. Так, а ты иди у меня подхиливайся. И посмотрим, как у нас сейчас пойдут дела. Еще раз повторю. 3 миллиона 200 тысяч нужно нам заработать за эту серию. Чтобы сделать тронный зал. Будет он лепиться 4 дня, ребят. Это очень долго. Почти полнедели. Так, ну что, Любомирушка у нас готов. Довольно быстро он сделался как-то. Что у нас тут в чат пишут, а? Рандом. Ничего не зависит. В общем, а если отправить персонажа во владение, то на его место придет новый или нет? А двух, пяти, каждый четвертый, пятый. Ну, как вам сказать, ребята. Я бы не сказал, что каждый пятый. Рандомно все-таки здесь все идет сейчас. Могут сразу получиться. У меня, например, пять раз подряд вообще однозвездочные получались от пятизвездочных. Так что, давайте-ка глянем. 180 тысяч неплохо золотых. И по мощам он не очень-то превосходит нас. Давайте на него нападем. Так, осьминога нету вроде бы. Ах, елки-палки. Это же, по-моему, с фиолетовыми ножами, да? Ядрить его на кое. Смотрите, что происходит, ребята. Ай, как он меня быстро разобрал. Так, погодите. Еще пока, наверное, не все потеряно. Хотелось бы мне верить. Ну, давай, давай ты бей. Нет, его встанет. Встанет, ребята, как олуха, блин. Ну, давай, добил. Да ну нафиг. Хорош уже там резаться. Так, маги, давайте сосредоточились. Остался один. Фух. Ну что ж, довольно неплохо. Я рад, что сработало именно так. 180 тысяч мы зарабатываем. Вот такими суммами, в принципе, мы, ребята, быстренько должны добрать нашу недостающую сумму. И будет у нас все на мази, как говорится. Так, яблоки. Отлично. Отлично. Улыбочки. У всех хорошее здесь настроение. Все дают стопроцентную прибавку, насколько вы знаете. Когда все довольны и счастливы. Так что все на мази. Ну что? Блин, а врагов-то все меньше и меньше, ребята. Этого Тита как-то мне вот хочется его забомбить. Но как мне это сделать, а? В принципе, смотрите. Не так, чтобы он был хорошо. Ого, ворот 610. Неплохо. 1170, блин. Восстанавливает еще союзнику немеря на здоровье. Да. А ножи-то... Ну, ножи обычные. На 53 уровень. Ничего в них выдающего нету. Так, тут магический урон. Ну да. Не знаю. Конечно, я не спорю. Я еще, наверное, парочку попыток сделаю его. Вальнуть. Хотя у меня и магии-то нету. А без магии на него лезть бесполезно. Все-таки вот этот осьминог, который там стоит на защите замка. Пристане твоего воина. Большое преимущество делает, конечно же. Так, ладно. Давайте, наверное, еще разочек попробуем. Была, не была. Ну, еще раз повторюсь. Магии у меня нету. Ну, была, не была, короче. В общем, там уже покажет. Если мы еще раз сейчас продуем, то, естественно, я больше на него лезть не буду. Ну, вот видите, а что делает? Вот этот вот двухсекундный стан очень многое решает. Потому что у него, я смотрю, там обалденно работают эти хилеры. Просто жизни не уменьшается у воина, у его. Ну, а мой, как видите, упал. Все, он прорвал оборону. И сейчас их будет просто рвать и чикать здесь всех. Нет. Нет, бесполезно, ребята, против осьминога здесь воевать. Надо будет взять это на заметку и, наверное, сделать себе тоже осьминога. Довольно неплохо он работает. Ну, минус 20 очков пвп. В принципе, мне не жалко этих очков-то. Единственное, что вот отхиливаться надо. А для этого приходится тратить время свое. А у меня уже руки чешутся, чтобы сделать тронный зал себе. Четыре дня он будет клепаться, елки-палки. Но зато, зато потом мы с вами сможем делать новые-новые постройки. Улучшать, которые еще не улучшены. 39 тысяч. Ну, это вообще никуда не годится, а? Интересно. В принципе, я их могу заменить. Только... О, 98. Здесь неплохо. И 97 тысяч. Почти 98. Кто они такие? Простой, простой, простой. Мгм. Такой лакомый достаточно кусочек. Я есть не... Доел, простой. И здесь осьминог стоит, а? А интересно, а в чем разница между синим и красным осьминогом? Надо будет потом мне посмотреть. Каждый тоже выполняет определенную функцию. Кто-то там встанет, кто-то наносит урон. Скорее всего, так. Так. Возвращаем своих родных по местам. Так. Может быть, тебе, родная, поменять все-таки эту фиолетовую магию на... Ой, магию. Броню на более-менее что-нибудь полезное. Давайте... Давайте, может быть, на эту поменяем. Так. Хотя можно и на эту махнуть. Давайте оденем. Нет. Лучше, наверное, вот эту оденем. Все-таки по силе магии и по магической броне она лучше. Хотя без определенного стата. Так. С посохом. Воскрешатель у тебя, да? А у меня, наверное, ничего хорошего для тебя и не найдется больше. Надо посмотреть, сейчас будет. Так. Это по области. Нам это неинтересно. Тоже неинтересно. Блин. Только лишь по области. Да. А где у меня... В чем? У меня больше нету посохов нормальных. Так. Ну-ка, давайте-ка... Так. Это тоже по... По врагу наносит. Получается, что нифига у меня нет, ребята. Ну что же. Шадоу. 24 тысячи. Блин. Как мало. 98. Джошуа. Ну что ж. Давайте рискнем. Как говорится, здоровьем. Но опять же повторюсь. У него здесь осьминог этот сидит. Спрут. Спрятался там, а? Сейчас бомбанет. Опа-на. Нет. Вроде бы как не застанел, но что-то сделал. Давай-давай. Тут кто кого передамажит, ребята. Ай, все. Ивонная стрела у моих магов на 2 секунды буквально вывела из боя. И это все плачевно, как вы видите, для меня оборачивается. Да. Вот так вот. Блин. Слушай, меня этот арбалетчик, честно говоря, в данный момент раздражает. Может быть, все-таки его вернуть обратно в маги? В каком-нибудь ресторщика или, в конце концов, в хилла? Как вы думаете, ребят? Так, давайте возвращаем. Черт подери, шадов это не то. Ну-ка, давайте-ка Джошуа, да? Это, по-моему, он. Я хочу просто посмотреть. Так, да, у него здесь хиллер стоит. Ну, это воин, понятно, все с ним. Причем ножи самые обычные. Это тоже хиллер. Так, это ресторщик у него. И здесь хиллер. Три хиллера, рез и воин. Ну что ж, довольно неплохая компашка у него здесь. Теперь, в принципе, мне понятно, почему я именно ему проиграл. Плюс этот осьминог, который там вечно из-под тишка свои щупальцы по мне бомбил. Ну что, красава. Будем тебя тогда делать в мага. Никуда ты от этого не денешься, извини, родная. Так, здесь у нас наносит урон врагу. Это не подходит. Этот посох тоже не подходит. Да, все почему-то у меня идут на урон. То по области, то по цели. Нет, у меня же должны быть какие-то. Ага, вот, восстанавливает. Отлично. И здесь тоже восстанавливает. Ну, чтобы понять, насколько нужно нам с вами одеть магическую броню. Где она у нас? Ага, вот лежит. Так, одеваем. И осталось ей одеть кольца и ожерелье. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть в заначке. Так, давай-ка редкий амулетик напялим. Нет, на магическую броню нам не нужен, у ворот тем более. Так, это урон. Блин, у ворот урон, все не то. Ну, давайте хотя бы, наверное, на крит, может, наденем. Хотя, нафиг мне этот крит. Давайте поставим на урон. Черт с ним. Все равно она периодически, когда отхиливает, она же бьет по врагу. Да. Так что я думаю, это будет оптимально. И теперь давайте уже смотреть посохи. Так, нет, это не то, что мне надо. Опять не то. Там, по-моему, у нас... Ага, вот. Ёлки-палки, всего 3000. 3000 хп, это вообще ничтожно мало. Не прокатит. Так, давайте посмотрим вот этот вот. Ага, вот здесь уже 5000. Ну что ж, довольно неплохо. Наверное, мы его и оставим. Да. Все, я думаю, что лучше мне здесь ничего не найти для нее. Так что пускай она с этим у нас и остается. Так, ну что, мои ребята отхилились? Отхилились. Как же все-таки... Нет, сфера, конечно, хороша, но мало-мало она отхиливает. В этом ее большой минус. Ну что же, у меня получается сейчас один рез. Три отхила. И мой основной воин. Давайте будем смотреть, как я этой командой буду держаться в остальных боях. Выбираем врага. Так, Алексис. 56 тысяч. Я уже до того голодный, что готов на любого тут нападать. Бомбить. Лишь бы побыстрее накопить определенную сумму денег. У-у-у, да здесь по ходу дела, ребята, победа... Победа будет за мной. Должна быть. Так, все. Упал воин. Ну что же, довольно неплохо мы тут разбираем магов. Хотя, смотрите, тоже-тоже хилеры одни стоят. Даже не было рессельщика. И лучник сейчас падает под моим натиском. Все, ребята. Да, деньги не есть какие, но тем не менее, почти 60 тысяч. Ну что же, я смотрю, мы еще сделали с вами два прогресса. Давайте заберем. Оу, синий сундук. Это хорошо. И приговор магам. Обычный сундучок. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь выпадет. Ну из синего-то сундука... Оу, ножи. Это хорошо. Но жаль, что простые. И на дровосека у меня выпала курточка. Ну что же. Давайте, наверное, тогда посмотрим. Подойдет она кому-нибудь здесь. Так, ты у меня, братишка, 14 уровня. Где эта куртяжка? А здесь на 10. Блин, слабовато, конечно. 368. Так, здесь не подойдет. Не подойдет. И здесь... Хе-хе. Да, по-моему, с курточками. Ага. А тут 384. Так, давай-ка вот этому, братишке, Родиону, мы, наверное, поменяем. Да, самое то, что надо. Хе-хе. Как болван какой-то выглядит. Ладно, хорошо. Забираем здесь все. Ну что же, давайте отправляться с вами на карту. И бомбить еще кого-нибудь. Шадоу. 24 тысячи. Блин. Не хотелось бы, конечно, за такие деньги получать лишние очки ПВП. О, 168. Так, соточка. Синий посох. Зеленый, зеленый. И еще раз. Блин, я даже не знаю. Хе-хе. Мы же вроде бы как на него нападали, да? Потому что, блин, меч... Ой, топор больно уже знакомый у воина в руках. Ну, а у тебя что? Давай-ка. Делись деньжатами. Погнали, ребята. Два воина. Ох, как хорошо. Ну, здесь, в принципе, без проблем все обошлось. Смотрите. Воины падают. Ну, и маги, естественно, тоже. Я, как говорил, если дагичик пробивает оборону и идет к магам, то все. Это, считай, попа полная. Разбирает только в путь. Тем более, если здесь нет реза. И я еще сделал один прогресс. Давайте, ребята, идите у меня лечитесь. А я сейчас заберу сундук очередной. Так, шикарно. Кстати, да, над запчасти надо будет разобрать что-нибудь. И получим с вами еще один сундучок. Так, что здесь? Броня. Броня. Вот жалко, что простая. Была бы хотя бы зеленая. Я бы поставил бы ее своему... Этому... Кинжальчику. Ну, а так будет валяться. Мертвым грузом. Что бы нам разобрать, ребята, а? Нет, этот посох нам пригодится. А вот это можно, в принципе. Я сейчас ими не пользуюсь. И толку в них абсолютно никакого нету. Так, это уже две шмотки. Вот это тоже разбомбим. Три. Четыре. По-моему, все. Наверное, хватит. Да, забираем свой сундучок. Так, что у нас тут, ребята? Я просто думаю, может быть, поставить эту, как ее, обычную броньку, а? Чтобы получилась необычной. Осколков у нас 106 штук. Но 37-46, но никуда не годится. Блин, меня жаба душит просто тратить. Кристаллы ради фуфлагона. Ладно, смотрим, что у нас здесь будет. На повара. 980, 17 уровень. Хм, довольно неплохо. Надо сейчас перецениться буквально к нашим поварятам. Так, иди-ка сюда. Давай-ка посмотрим. На 17-й. А, на 17-й уровень, по-моему, да? Да, ей однозначно не подойдет. Так. Ой. У них слишком крутые костюмчики, чтобы менять. Ну-ка. Нет. А, вот это вот другой разговор. Ну что, отлично. Повара у меня тоже вроде бы неплохо одеты. Все, отхилились. Давайте возвращать их всех. И отправляться дальше. Ребята, мы буквально вот-вот и накопим. Осталось совсем немножко. Пару марш-бросков. Давайте ей этого бомбить. Тут уже любого, лишь бы накопить. Хе-хе. Потянули я их. Хотя, если у них обычный фиол, должен, по идее, разобрать. Так. Где у меня еще... Да елки-палки, ну куда ты все время убегаешь, а? Вот сколько раз тебе повторять? Блин, надоело. На самом деле, аж нервирует. Все время ей не имеется. Давайте этого тогда начнем с Вовки. Да, тут без проблем. Тем более, у него даже еще самые-самые первые доспехи. Тут даже пикнуть, я думаю, он не успеет. Как уже отправиться в мир иной? Черт подери. Хотя, смотрите-ка. Хилы его достаточно лихо отхиливают. Реса нет? А нет, есть ресорчик. Но почему-то он не успел. Хотел, но не успел. Все. Лучник упал. Ну что же, 40 тысяч у нас в кармане. И у нас уже ровно 3 ляма, да? Ну не ровно, там чуть-чуть побольше. И еще сундучок заработали. Довольно хорошо. Что с него выпадет? Ну-ка. Так, ожерелка, да? 16 уровень. 455 на алхимика. Давайте глядеть. Ммм. Вот этому сейчас, наверное, мы с вами и поставим. Так, это не то. Вот оно. Фух. Шикарно. А, а этот еще почему-то лучше. Давайте тогда этот оденем. Ну-ка. 164,55, да? Все правильно я сделал. Так, а у этих что, ребят? Ну, у этих нормально все, я смотрю. По последнему слову техники одета. 390. Но 400 уровень. Слишком, слишком ты маленькая еще, чтобы носить такие побрякушки. Да, ничего ей не подходит. Ладно. Хиг с ним. Пока все нормально. И меня так все устраивает. Нам главное сейчас накопить. Джошуа. И трить его на комик. 97 тысяч. У него всего мощей. Блин, мы пробовали уже его заварить. Ничего у нас не вышло, блин. К сожалению. Я думаю, что смысла пока нету. Кайдох. У нас там еще стоит Тита. На Тита мы тоже уже сколько? Две попытки делали. Я не знаю. Может быть еще попробовать. Блин, магии нету, ребята. Без магии как-то нет смысла нападать. Личний раз, как говорится, подыхать. Давайте Энтони тогда разберем. 50 тысяч, как говорится, мы с него должны поиметь. Это в любом случае. Ну-ка. Да, мы здесь должны вырулить. Хотя, блин, два война. Фиоли. Нет, падают. Падают они. И... Блин, да хорош. Хорош уже резаться-то. Ребят, отдохните маленько. Маги. Все. Одного мага мы снесли. Отлично. Итого нам приблизительно не хватает еще где-то 150, да? Ну, да. Даже я бы сказал 120. 113 тысяч. 113 тысяч, а? Так, приговор воинам. Елки-палки. Еще 17 бойцов надо завалить, чтобы я сделал ежедневные задания. Ну, а полная чистка. Это вообще все задания надо выполнить, да? Да, все задания. Я пока два из трех сделал. Охо-хо-хо-хо. Воинов у меня на карте очень мало, ребята. Мне с них нужно выжить 112 тысяч. Черт бы их побрал, а? 7 часов. Почти 8 часов у меня будут получать, ребята, уровень. Это довольно-таки долго. Надо как-то себя за это время развлекать, блин. Ну что же, отправляемся на карту и пробуем Джошуа тогда, наверное. А, нет, кайдоха мы еще не смотрели. Или смотрели? Я уже и не помню. Так, ух, у меня ускорение сделалось. Ну, оно мне ровным счетом ничего не даст. Одна лишь всего магия. Ядрите вон корень. Давайте смотреть. Соточка, да, значит, у него. Ага, вроде бы мы на него нападали. И проиграли в тот раз. Ну, что же, давайте еще разочек попробуем. Авось получится. Так, осьминога здесь нет, заметьте, ребята. Так, понеслась. Да почему у меня так? Ага, все нормально. Блин, да вы смотрите. Какого хрена мои стреляют именно по воину, а его маги стреляют по моим магам? Ну ведь бред же. Ух, как быра все произошло-то здесь. Вообще непонятно, на каком это все основании вышло. Просто не врублюсь. Ладно, победил так победил. Буду знать, что нечего на тебя пока нападать. Да, накопил себе, блин, лишних ПВП очков. Теперь замучаешься их скидывать. Так, что? Блин, охота что-то поменять. Но нечего и не на что. Идите лечитесь все у меня. Бревна. Кстати, а по бревнам-то у меня там все полностью нормально, хорошо. Хватает их. Но должно, по идее, хватить. Их уж там не так много надо. Там, по-моему, миллион триста. Миллион триста пятьдесят. Двадцать семь минут еще будут делаться. Но не буду же я сидеть и ждать эти двадцать семь минут, когда они сделаются, чтобы атаковать с двумя магиями. Глупость. Ну что, иди давай, родная. Хилься. Так, вы выходите отсюда. Потому что вы уже, в принципе, там здоровенькие все. Обсматриваем свои владения. И ни хрена ничего хорошего мы не видим. И врагов осталось четыре штучки. Ха-ха. Тита, гребаный Тита, а. Как же меня тебя забомбить? Ну, с ним ясно, что ничего не получится только лишь из-за этого осьминога. Хотя у меня есть одна идейка. Шэдоу. Ну-ка, ребята, я что-то не помню. Мы его смотрели или нет? Слушайте, у него обычный шмот. Я думаю, что его-то мы как раз сейчас будем разбирать. Да, сумма небольшая. Тридцать четыре тысячи. Ну, а что поделаешь? Сейчас, каждая копейка хороша. Ух, как вы быстро у меня вылечились. Возвращаемся. Возвращаемся, родные. Хватит тут уже бегать. И пойдемте с вами, наверное, на шадоу. Оу. А, нет, все нормально, елки. Я думал, что все исчезло. Ну что же, приступаем в бой. Да почему опять не полный отряд-то? Ядрить его на коль. Кто опять куда-то там убежал? Давай, возвращаемся. Да ядрить тебя на красава. Да ты запарил уже. Ну, самым-то дели-то. Сколько можно, блин, бегать-то, блин, по сторонам? Все, и в эту, блин, комнату отдыха хочется, блин. Говнюки этой мелкой. Ну что, давайте еще разочек попробуем. Шадоу нас ждет. Хотя, ребят, знаете что? Я думаю, а что если не сменить врага? Блин, здесь нельзя. Здесь почему-то тоже нельзя. И в этой... Я уже забыл, как их, если честно, менять. Черт подери. Или их нельзя сменить. Только тех, кого я еще не разведывал. А? Что-то я запамятовал. Странно очень. Да, давайте тогда... Где у нас тут? Шадоу. Накажем его, попробуем. Хотя можно сменить за 11 тысяч на более какого-нибудь другого. Видите, его можно. А вот этих почему-то, Тита, например, я не могу поменять. Непонятно, почему. Где вот эта вот эмблемочка? Ладно, хорошо. Поехали тогда валить этого шадоу. Сколько я уже раз буду к этому приступать делу. И надеюсь, все получится. Еще раз напомню, у него обычные шмотки. Ни желтый, ни зеленый, ни синий. Просто обычный фиол. И тем не менее, что-то как-то тут... Не айс выходит-то все, а? Ладно, воина мы побили. Но его рисанули. Можно было бы, конечно, поставить на ускорение. Но мне жалко эту последнюю мою боевую магию. Да давай ты бомби, бомби, бомби. Пускай они падают. Отлично, упал. Ё-моё, да ну нафиг. Все, они переключились на моих магов. Тут уже, как говорится, кто кого передамажит. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Да ё-моё, блин. Вот на последних парах он все-таки рисует. Своего мага. Ну, он, конечно, упал. Все, три мага должны справиться с лучником-то. И? Отлично. Мы получаем сколько там? Да там копейки, в принципе. 34 тысячи. И все равно нам не хватает, да, ребята? Нам не хватает совсем чуть-чуть. Блин. Да, буквально тут не хватает 70... 77 тысяч. Фигня какая-то полная получается. А где я достану такие деньги? Это нужно как минимум, чтобы была соточка у противника. Как же быть? Ладно, сейчас отхилятся что-нибудь, ребята, посмотрим. Придумаем, может быть. Так, маг, возвращайся, ты уже готов. Ты, родная, тоже возвращайся. Только возвращайся, блин, в зал, а не куда-нибудь там. Так, Джошуа. Я не могу его поменять, блин. 170. Вот всего лишь одна победа над кайдохом. И все, и дело было бы сделано. Но, как видите... Блин, все войны 55-го война... Ой, уровня. И пушки, блин, зеленые, синие. Преимущество все-таки у него есть. Плюс, по-моему, осьминог. А у меня всего лишь одна магия осталась. Хе-хе. Ё-моё, выбор невелик. И Тита. Санович, а? Что ж делать? Ну, Тита в любом случае я сейчас не смогу победить. Значит, тут выбор либо Джошуа, либо кайдоха. Короче, ребят, я, наверное, на кайдоха сейчас попробую напасть. И если я его не победю, не смогу победить, тогда придется завершать эту серию. Ну, а в следующей серии мы с вами, естественно, уже наберем все, что нам надо. Так, ну что, я думаю, мы уже там отхилились по полной программе. Так, давай-ка, воин, возвращайся. Как говорится, наш последний боевой поход. Давайте Джошуа, наверное, или кайдоха все. Давай Джошуа, у него меньше все-таки мощей. Да, 97 тысяч. Последняя наша попытка, ребята. Заключительный бой. Ух, была не была. Блин, этот осьминог меня бесит. Сейчас он завязанит все. И началось тут, блин. Нет, нифига, ребята, не прокатит, по ходу дела. Хоть я и ускорение поставил. Но ускорение, блин, я не знаю. Ну, ой, все. Все, 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 ребята. Разбирает, разбирает, разбирает. И ни черта у меня не получается. Да, проиграли мы. Ну что же, ладно. Как говорится, проиграли, проиграли. В следующей серии мы с вами обязательно добьемся нашей цели. Ну что же, ребята. А на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи. До скорых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok